Я очень рад, что мы успели с ней сходить к врачу и сделать ей операцию, потому что я не знаю, чем бы это могло закончиться в будущем. Мне не нравится, когда меня снимают. Хорошо, я не буду, я просто спросил. До момента хирургии. Может закончиться язвой, дырочкой глазу и, как следствие, лишение зрения. Так, шановни, мы сегодня вы не будем переводить. Пойдем, ползи, ползи, давай, давай, давай. Третий день после операции и решили выйти уже своими силами, потому что дома они уже отошли, даже кушать сами приходят. Первый день после операции, когда был, я им приносил еду на кровать, где они лежали, там я перед ними мисочку ставил. А это я смотрю, с утра они уже и сами пришли, даже поболтали хвостиками, попросили покушать, поэтому я понял, что им уже полегче и решили выйти уже, чтобы они своим ходом шли. Белочка, что ты там, белочка? Открыла ровно. Да, я занесу, где поставлю. Да, я все интересно. Запарить, запарить, а и... Это что, будет? Это мы завтра, пока он собрал. Ага. Только закройте, чтобы очки у него. Второй комплекс себя тоже хорошо чувствуется? Тоже все хорошо, никаких вопросов нет. Как рисуточку. Как рисуточку. Какие глазки. Хе-хе-хе, милашка. Все хорошо. Это хоть не трусится. Такая смелая девчонка. Так, с пупсик. Я знаю, чуть более нежная девочка. Конечно. Прямо защипать, чтобы ты даже не почувствовала. Чтобы ты даже не почувствовала. Она что-то подозревает. Чек сразу за двоих. Поэтому надо такая сумма. А вам нужно отсюда. Один, брать ее. И все. Пришли с Али выбирать ей шлейку. Потому что это шлейка Дины. И сегодня мы ее отдаем собачкой. Так. А, эта шлейка, кстати, подходит ей очень по цвету. Если она подойдет еще по размеру, будет очень супер замечательная, я бы сказал. Так, где она там? А, вижу. Все. Да, да, да. Где же ты? А, вот она потеряла. Ждучка. Ну, она чуть-чуть великовато немножечко. Вот она. Это минимальный ее размер. И сюда проходят три моих пальца. Если вот без натяжки. Если это считать на вырост, как любят покупать родители для детей, или любили в СССР, то можно сказать, что она бы подошла. Вот размер СМ. А нам нужен, наверное, просто С. Вышли повыгуливать нашу маленькую Алю. Будет хорошо, но пока немножко стесняется собачек других. Пойдем, ползи, ползи. Давай, давай, давай. Ха-ха-ха. Аля. Иди сюда, давай, 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 давай. Молодец. Такую молодец. Хорошенькая. Хорошенькая, да. Такая маленькая. Вот такая пусечка. Сейчас пойдем еще собачек на Алиэна. Повстречаем, познакомимся. Она обычно, когда видит собачку, сразу ложится. Показывает, что она маленький щеночек, чтобы ее не трогать. Ну, хорошенькая. Милкаши ее заметили. Французичка. Идем, идем, идем сюда. Не прячься. Наверное, с собачками своего роста она не такая аккуратная. Пойдем? Пойдем. Боится. А, они убегают. Мы их не можем догнать никак. Скорее. Нужно познакомиться. Представьте, что вы смотрите видео и выкуливаете собачку. Я, наверное, не буду за ними бежать уже. Ну, нет, тут Шицушка остановился. Пойдем. Тебя ждет Шицушка. Ушко. Он даже болтает хвостиком. Надо убежать. Двух сторон окружили. Так, оно хватит. Все, опасность прошла. Гуляем дальше. Ой, надо убежать. Вот этот, дед. Вот этот, кайфиш, кладем. Кушай, кушай. Вот это Мобина. Кушай. Вот это твоя мисочка. Пойдем, малышка. Вот это твоя мисочка. Кушай. Опа, что тут бежит? Слушай. Нет, не здесь. Пойдем, пойдем. Да, давай, пойдем. Кушай. Кушай. Давай, кушай. 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 Надо ее погладить. Чтобы она окналась, чтобы ее не видали. Мобина пошла по всем мисочкам, доедай. О, транспорт проверяется. Все, все, пойдем. Запускаем наш пылесос. Покажи, малую. Она там не ела, а вот после моей ноги начала есть. Вот возле стены прям нельзя было покушать. Зато переставил мисочку, и теперь тут можно покушать. Кылесос хорошо работает. Все, собираем мисочки, чтобы они не вылизывали. Сегодня новый день, и у нас день снова врачебного вмешательства в собачку. В общем, сейчас мы идем стерилизовать малую. После нее пойдем будем везти француза. Значит, по поводу малой хочу дать пару уточнений. Она так выглядит, вот эти вот ушки такие жирненькие. Потому что я ночью, ну ночью, перед сном обрабатываю уши ей. И на утро они выглядят вот так вот. Как бы вроде грязные, жирные, не знаю. Потом у нее глазик вот этот более светлый. Он у нее каждый день, я хоть их и протираю, но он у нее как-то более закисает. Или, в общем, тоже надо, пусть посмотрят. Я в этом не разбираюсь, как это называть правильно. Поэтому такое. А у Белочки на шве появилась такая же штучка, как и у Сьюзи была. Называется лигатурный свитч. Лигатурный свитч. Вот, вчера заметил. И сегодня мы решили взять ее на всякий случай с собой. Пусть доктор посмотрит и скажет, нужно ли его самостоятельно как-то прорывать. Или само прорвется, мы потом просто обработаем. Посмотрим, что скажет, доктор, потому что для меня это тоже новинка, так скажем. Как настрой? Это за компанию, я расскажу. А тут? А тут ты лидер. Ты мышь ухо. Ой, а какая боевушка? Нет, я скажу, просто предусмотрительно. Кабачева не вышла. Не боевушка, не просто так. Ну, что-то было в ней в жизни. Она всегда спит в углу, в дальнем, подальше. Ну, что-то скажи, я двуногих знаю. Я двуногих знаю. Вот это маленькая пышка. У него этот голубой глазик, он что-то больше, чуть-чуть закисать, чем остальные. Каждый день их протираю, но вот с голубым я пошел. Это нет голубизны. Не, не, я имею в виду, разделить их пациенту рассказать, какой именно. Значит, там такая беленькая пелена каждый раз. Я просто тупо воспален. Он воспален, дает пыль ище попадает в глаз. Капельки? Глазные капли дексиментазона. И все. Хорошо. Так, мой шум, как я твои зубы трогать не буду. Ну, я смотрел, они вроде такие желтоватые, но... Значит, я вам это могу сказать. Ага. Интразвук, он здесь шерковатый. И потом они возникают промывания. С большей силой. Ага. Поэтому, если... Сейчас, я не вижу вот это. Придержите, я ее хочу послушать. Конечно. Боюсь. Хорошо. Сейчас я сделаю, что-то для сердечко-укольчика. Просто пять минут посетим. Я просто заранее ее взял, чтобы пять минут не зря прошли. Да-да. У нее ликатурная свища. Был у нашей пекараски один. Я тебе скажу следующее. Зашито она нитками, которые она осталась. Она пупырка такая у меня. Давай, давай, гляну. Да-да. Я вчера увидела, что она была. А сегодня, я посмотрел, она чуть побольше стала. Поэтому я решил взять, чтобы сделать. А насколько это плотнет и вытечет. Ну, вот это же, я думаю, следить на ней там надо же. Это бич хирургии. Потому что ее не все не надо. А. Да, мне только сейчас заднее расскажу. Бич хирургии, и когда они их интернет рассасываются, то оно лопнет и вытечет и все. Ну, давай, ты пройдешь на бочок. Вот эту жарику на бочок. На бочок мы ее хотели сказать даже. Давай, давай, давай. Что тут такое? Я тут тоже боюсь. Конечно. Он уже даже лопнул пока шел. Утром была еще пупырка. Ну, это, вот оно тут вытекает. Просто чем обработать? Хлой, гипсидин нам сейчас. Хлой, гипсидин нам протираем. Никуда не деваешься. Как ты видишь? Ну, хотя бы два раза в день. Угу. Пусть я обильно тампун намочил. Угу. Такое бывает. И это, в общем-то, бывает у собак с сильным иммунитетом. У кого слабый иммунитет, такое не бывает. Это же не знаю, хорошо это или плохо. Ну, если конкретно прогрегатурность вещи, то хорошо. А, а про слабый иммунитет, то плохо. Вот если слабый иммунитет, то он ничем не борется. Так это. А когда он сильным иммунитет, то хранится сразу же оба-на. Что-то инородное, надо его убрать. Понял. Так, вот начинаем с такого крапалика. Вот такого крапалика. Такой. Вообще нету почти ничего. Потому что уголозух всегда добавишь. Всегда. Никогда не уберешь. Вот это настолько индивидуально, двой раз. Двое раз, знаете, бывает? Я уже вот набрал вот столько. Прихожу, что-то смотрю, сливаю. Как-то, я не знаю, вот чуйка почему-то вот так вот бывает. Бывает. И, кстати, по поводу второго компонента хранитургоза, я этого не знаю до последней минуты. Но надо, чтобы оттуда выходила сама. Так, все, давай-ка, милопищу сейчас свою. Вот так вот мне двойну и пищу надо. Такую капельку. Сейчас я наберу столько же воды и покажу русскую. Сколько это у меня. Я понял. Смотрите, сколько я здесь еще. Столько же я набрал. Угу. Так вот. И вам, и мне, вот этого хватит улететь на трое суток. Вот такая вот разница в дозировках препаратов. Такое мощное, оказывается, для человека. Так, это, жизнь, это беспрерывные процессы кислотных реакций. Они у нас очень замедленные. Очень замедленные. У них такое же количество этих реакций, но все в раз быстрее. Такая маленькая. И у всех, и у маленьких, да, всех стерилизует, тоже у самых маленьких. Да. То есть нету противопоказаний по росту, по вверху? Такой вот, нет, нету. Это мои сложности, конечно. Ну, вы понимаете, когда лежит овчатка. Вот тебе все тут. Ну да. Вот я так косвенно завидую хирургам человеческим. Там же, блин, ты вчера вот такой коту удалял, камень мычил. Да, я, ага. Да, я тебе вот колдуешь. А то у людей там есть что взять руками. Так, сидим. Все, да. Хорошо. Она так язычком прикольно медленно лижет. Да. Болевоченькая такая. Малышка уже засыпает. Уже и глазки закрываются. Если ее не трогать, она уже просто сидит и засыпает. Я сейчас к ней подошел. Вот. Болево закрывает чуть-чуть. Старается и смотреть, быть осторожной и спать хочется. Пьем к себе. Вот так вот. Вот так вот. Все, что она такое чувствует. Если не знаешь, что она укола, так что она нормальная. Ну, значит, вот она такая. Вот сейчас у нас будет вторая, посмотрим, как там будет. Это что тут будет? Ну, там еще и к нам быстрее. Пришло время для француза лишаться своего французячего достоинства. Вот. Сейчас идем забирать малую иванинку. Я надеюсь, с ней все хорошо. Оставляем французика. И несем ванинку домой. Степень риска. Сейчас мы послушаем. Бывает такое, что надо подготовить. Прибился мальчик. Как понять, что грибка нету? Это же у меня специальная фигня, я тебе принес показывать ее. Человек договорится. Человек разговаривать не умеет. А человек договорится с мной. Давай мы тут немножко поболтаем, да и разойдемся. Брат, ты боишься, да? Да я брату доктора тоже так примерно как-то сегодня. Ну вот, как-то так вот. У стоматолога девчушки их фотографировали, а потом бросали мне фотку. На двух пальцах, на двух пальцах, кресле исполнял такие фигуры. Ни один раз такого не делали. Брат, давай первым делом пультик у тебя потрогаем. Первым делом. Боже мой, как ты сгорбился. Так, шановни. А что если мы сейчас... Сейчас еще потушу. Знаете что, давайте мы сюда не будем оперировать. Я мы сейчас делаем два укола. Завтра где вам придетесь? Так будет, ну, риск голлоблородная, но не тут. А насколько у него пошло риск? Большой, небольшой шаг. У них у всех риск. У этой поры у всех рисков. Вот, но когда есть еще дополнительные звонки, лучше надо подготовить операцию. Понял. Позготовить его и... Ну, правильно. Спокойнее это все было будет. А что про эту девочку? Можете... Ну, есть какие-то комментарии. Значит, у девочки была пиометра. Я сейчас сидим и подождать. То есть, вот сейчас была пиометра, которая сейчас оперировала. Она вновь воспаление пошли. Я написал, зачем? Вот, и она бы очень скоро была на кирургском стиле. Только одно. Это никак не выглядело, да? Никак не выглядело. Шейка маски открывает столько время отечки. Скорее... А инфекция маска может попасть в столько время отечки. Скорее всего, в прошлую утечку топала инфекция. И вот он развивал. Если собаки не рожают, не сбываются громадные балансы, как правило, процентов 80 закончится пиометра. Это рассказываю всем людям. Всем людям. Если вы не планируете разводить, вовремя стерезуете. Вовремя и тут когда? Когда? Ну, хотя бы... Ну, максимум вовремя до 7 лет. У кошек там гарантированно, на хирургской школе гарантированно. У кошки яйцеклятка выходит только во время этого. Если этого не было, искать не выходит. Они там забиваются? Нет, просто воспаляется маска. В лучшем случае, в лучшем случае, на холоде. Во всех родах контрасекса это гарантированный путь на хирургский стол. Опять же, тоже или пиометра, или... Я пока не могу торопиться. Все, зайцы. А сейчас я принесу подружку. Может ли какой-нибудь урожавший? Потому что я думаю, что она рожала, но не знаю когда. Может быть. Может быть и урожавший. Может быть. Отлично, что спасли. Так, ее как зовут? Ну, вот так, ванилька. Ванилька. Ну, так, хорошенькая. Вот такая леточка. Три-пять дней. А так вам ходить? Да. Это вот с этой. А с этим давайте мы на завтра, на пятнадцатую марку. Вы видите, это чуть-чуть синеватый язычок. Во-первых, что сама обстаколовка здесь. Такая, что он немного волнует. Ну, это волнуется, наверное, на свинельной технике. Не рву, да? Нет. Оплатить, наверное. Да. Да, пятьдесят. Киометры пятьдесят. Не-не, просто стерилизация. А, стерилизация тысячи. Тысяча. А сколько, кстати, этот за него будет? То, я не знаю, сколько стоит на стартах. Сейчас. Правильно? Принято. Сейчас посмотрим. Угу. А, сберегу не будет маленький. Это назначение для маленький. Померяй, дай, набери меня. А ему не надо ничего будет колоть в будущем, может быть. Чтобы поддерживать. Надо будет. Надо будет с какой-то периодичностью, там, типа, тебе ответ взрыви на для сердца, такой вот такой. Ну, как, сердце, что ли, такая лошадка? Это из-за наркоза или это, в принципе, лучше французам делать? Это лучше делать. Больше они все, они все, особенно в жару, они все сердечки. Вот эту собаку, он на пять минут, миллион, примерно, закрывает машине на пять минут, собак умирает от жары. Понял. То есть, я бы всем советовал французам ходить на укол, да? Можно так сказать. Ну, вы бы всем советовали. Я бы просто зайти послушаться. Затем что-то? Даже если ничего, никаких симптомов. Да, да, ну, нам всем. Нам всем. Хотя бы раз в год пойти в общие крови сдать. Итак, на сегодня операция у француза отменилась, потому что, во-первых, он возрастной, во-вторых, доктор его послушал и решил дать ему укрепляющий укол для сердца и таким образом подготовить к завтрашней операции. Вот. Думаю, что все будет хорошо. А теперь по поводу ванильки. Я вообще очень в шоке, так скажем. Я просто сейчас не знаю правильных слов, как подобрать. Дело в том, что у нее была пиометра, но мы об этом знать никак не могли, потому что, во-первых, я не предполагал, что это может быть у рожавшей собаки. Я не знаю, правда, когда она последний раз рожала. Во-вторых, то это никак не было видно ни по ней, ни по поведению, ни по состоянию. Она просто была, как обычная собачка. Доктор сказал, что в любом случае скоро она оказалась бы на операционном столе, но я думаю, что уже в более плачевном состоянии. То есть, может быть, даже экстренно пришлось бы ее оперировать. Поэтому хорошо, что мы пришли ее стерилизовать этим и самым, скорее всего, спасли ей жизнь, можно так сказать. Потому что неизвестно, чем бы это обернулось в будущем. И хорошо, что, в общем-то, мы этим занимаемся. Я рад, что это все не напрасно и не бесцельно. Конечно, я переживаю за малого, за француза, потому что он уже парень такой возрастной. Но я думаю, что все будет хорошо. Доктор знает свое дело и знает, как их оперировать. Поэтому и с наркозом угадает, и с операцией тоже все будет хорошо. Ну, в смысле, не угадает, конечно, с наркозом, а знает, сколько его нужно. Встретились только что с женщиной, погуляли вместе, но не снимали, потому что не хотели смущать. И есть просто пока, наверное, не красиво без договоренности о том, что мы будем снимать. Поэтому просто по итогу познакомились. Может быть, и получится найти ей туда новую семью. Там еще кошка у нее живет. Как мопа к кошкам я не знаю, я не думаю, что она будет агрессивничать. Она такая хорошая собачка, добрая. Так что, может быть, неделька и найдем ей новую семью. Еще хотел добавить, что француз, может быть, поедет вместе с мопой. Идем сегодня повторно в клинику на операцию. Вчера сделали ему уколчик для укрепления здоровья, а сегодня уже, я надеюсь, сделать ему операцию. Вот, а малышку мы несем на уколы послеоперационные. Также мы ее чуть помыли, причесали. Она стала получше выглядеть. Такая более белая. С этой укола, да? Что, принести еще? Не надо. А то, по-моему, потом его искать. Найдем в комнате отдыха. Слышишь, что комната отдыха называется? Комната отдыха мы там вообще никогда не бываем. Она есть. Ну, да, мы там, наверное, обедаем в 9 вечера. Я занимаюсь. Привет. Да, я в Ритале. Боя блузочка такая. Еще эти весточки, пожалуйста. Давайте. Сейчас получишь полно. Это уже притирал? Нет. А там такой был. Я знаю, что хорошо. Так, все очень хорошо. Так, а что этот брат? Сейчас с ним хорошо. Розовый. Я не смотрел. Так, сейчас я тут. Не рвала, ничего. Просто спокойная все время. Лежит. Угу. Хорошо. Ну, сейчас ему делаю такой же укольчик, как вчера. Посидите, здесь минут 5-7. Угу. Ну, пупсик такой. Пупсик хорошенький. Это тебе для натуры твоего. Я очень аккуратно сделаю. Не посидите здесь. Ну, так 7-10. А малой пока сделали все уколы. Чувствует себя хорошо. Дома придет покормим, потому что она вчера не кушала. Ну, как и остальные собаки после операции у нас тоже не кушали в этот день. Вот. А этот малыш готовится. Оплатил укольчики для малышки. 130 гривенцев. Сегодня и так еще дней 3 примерно. Ну, я, брат, забираю. Да, я вижу. Я, брат, забираю. Значит, это полтора-полтора часика мне нужно. Хорошо. Помочь вам? Вон, ты, конечно. Не надо не мурачь. Вот мы с этим чулей. С этим чулей мы пошли. Ну, хорошо. Успехов вам. О, привет. Я вам скажу, мы молодцы. Ух ты. Что мы сейчас подготовили. Постать, я вам все покажу вам. Давайте. Вон такой парень. Вообще, привезли псовопы из Польши. Опухоль. Одна под глазом. Вторая над глазом. Одна. Одна раз. Удивил, которая под глазом. Чувствую, как остановится дыхание. Ого. У меня еще таких остановок не было. И вот этот, брат. Чуйка мне еще рассказала. Он такой, наркозия, очень интенсивный. Ну, скажем так, вот. Кату, например, добавляешь. Цене цифры до пол. Похоже, это подобрали по полмиллилитра. И он отахавает. Все нормально. Тут 3,5. Там, например, единичную колу. Чуть-чуть гранулку сразу же тухает. Он сложный. Но если когда-то кому-то прийти оперировать, он сложный на пользу. Но это, это его антимические особенности. Плюс немножко тенденция к сердечку. Оно не критично, но она есть. Она есть. Он такой, он сложный. Вот, я знаю. Хорошо. Вот. Ну, я думаю, что больше операциям не предвидится. Тем не менее, что если кому-то отдавать будете, я скажу. Просто вот эти слова, что я вам сказали, вы людям передайте. Но это, это, в общем-то, любой практикующий доктор знает, что с этим надо быть. Да, я понимаю. Очень, очень, очень. Вот назначение. Чек за его кастрацию. Тысяча гривен ты со скидкой. Уже с нашей. Все, Лево. Я не знаю, понесу его, наверное. Потому что так он выглядит, неважно. Ходить он, наверное, не сильно хочется сейчас. И он с девочками снимать швы. Сегодня последний день, когда белочка остается у нас. Вечером ее должны забрать люди. Левочка поедет сегодня домой, скорее всего. Вот она. Сегодня можете ее уже поздравить, когда посмотрите это видео. Вот. А Мопа, возможно, перед домой завтра. Но мы пока еще этого точно не знаем. И может быть, может быть, даже возьмет Леву с собой вместе на пару. Я очень надеюсь, что им будет хорошо вместе. И они будут рады целое оставшееся время провести вдвоем. Прям молодец. Очень добрая собачка. Пойдем. У меня такое ощущение, что Мопа глаз стал чуть сенее. Что-то вот ее. Да, кстати, возможно, на глазике вот эта штучка стала сенее. Сейчас спросим у доктора. Ваа. И все вкей? Да, вот там у нее вот выделение. Я не знаю. Она ходит по дому и капает время от времени. С петли вот видите. Вот такой вот метронегазон назначивает. Капает ходит. Это с... Тимо. Я понимаю. Просто она может быть скоро поедет домой в новый дом, чтобы новых не смущать владельцев. Когда она будет ехать? Может, даже завтра. Не знаю. Не, я скажу, там женщина такая, что она поухаживает. Просто что... Я думаю, что там дней 5 дней будет что-то пора. Органическая ткань, которая растворяется, да, она воспринимается как этот самый. То есть, под действием ферментов из активных, я знаю, то есть, как бы кутя и все остальное. Что же перевязывается теми... Ты понимаешь, там что-то внутри опирается. Да, и оно бывает такое, что там идет как отражение в основном материале. То есть, как бы для того, чтобы снять воспаление, назначим вам таблеточки. Два раза в день подаете. Хорошо. Спасибо. Еще гляньте глазик. Мне кажется, что он стал более синим. Вот этот, который у нее был, он такой, видите, осталось. Да, есть такое. То у нас травма там была или что-то? Да, была травма. Вот когда он ко мне попал, он такой более прозрачный, слегка синева была. Сейчас он такой... Да. Так, а что вы там лечили его? Они ничем сказали наблюдать, что он такой как бы должен быть, такой слегка синеватый. После лечения, что это от... значит так, была травма, ее вылечили, сказали, полтора года назад, и он такой и был. Ну, просто так он выглядит, ну так пугающе назовем это так. Поэтому я и волнуюсь, чтобы это как-то может быть и облегчить этот процесс, который у нее там проходит. Улыбашка. 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 Это тут препарат достаточно копеечек стоит. Человеческая три килограмма, два раза в день. Ага, понял. Одним из мощных эффектов, чтобы вы не пугались, потому что иногда бывает забываю предупредить, а вообще можно ставить гриппельного цвета, как карандаш. Ага. Понял. Чтобы не пугались, на месте ставят препараты. Ну, покажи мне, что это в тебе. Ты замерла в глубоком пардоне, здесь отлично зажило. Подобработаем, чтобы там не было. Все хорошо. Я бы при возможности сказал бы, лучше бы это термола посмотрел, хотя бы глазное давление замерить. Понял? У меня была лоукома такая. А вот это вот? Да, он был, ой, как раз пришел Геннадий Николаевич, он еще был целый, а я пришел, он уже лопнул в то время. И второй этот рядом появляется, маленький такой. Вот этот вот, под пырком. Это может даже не смыль, который на подкожные швы. Так, реакция. Ну, если обработали, то, так само, оно не... Я назвал, вытечет оттуда головы. Но в любом случае, он конечно не будет ничего отрицать. Среди швы там рассасываешься, и организм их за какой-то период времени дольше, чем три месяца точно не будет длиться. Скорее, я же, не с нулигатурой, а нулигатурой бы, оно бы хуже было. Ну, вообще, тоже пускай может подавить, на всякий случай, для перестраховки. Нитринодозол? Да. А сколько тоже не длиться? Четвертинку до дней пять подают. Вот. Я же говорю, что оно там все, сто процентов у нас все, никто рассосется, и там проблема устранится сама по себе. Что у нас тут бывает? Это у нас фактурный отсмотр, сколько там? А, сейчас перейдем еще собачку. А теперь мы идем со следующими нашими малышами. Это тоже не малыш, конечно. Но это маленькая по росту. Будем делать уколы послеоперационные, обычные. Все проходит хорошо, шов у него красивый, даже врачам нравится. Никаких с ним проблем нету. У него вчера кровило немножечко, но сегодня уже все заживает. Я бы даже сказал, что непосвященный человек даже не увидит, что там что-то происходило. Какая-то операция, вы знаете, у него все как и было, вроде как. Я не знаю, записалось или нет, как ребенок погладил собаку без спроса, но так лучше не делать. Объясните детям своим что. Лучше спрашивать перед тем, как погладить собаку. Потому что если палец откусит ребенку, то виноват будет человек с собакой. Даже если я вот веду на поводке, то я окажусь виноват. А ребенок, который потом выпал, значит виноват. Ну и так похоже. И так похоже. И гляд какую-то могу водой. Какие-то мукольчики там делаются? Да. Барбаций, коразал. Это за. По аппетиту. Все хорошо. Никаких вопросов. Она просто скромная. Ты такая. Боже, ты этот взгляд. Обнятие. Она всегда такая? Да. Боже, ты такая. Глаза какие-то. Я только сейчас замерю. Блин. Влюбиться и не встать. Сейчас я положу тебе уколчик. Это у меня измены, конечно. Классно. Боже, какая ты прелесть. Все тут хорошо. Все тут более чем шикарно. Искусство. Так. Значит, коту выбирали. Произведение искусства. Гипаридной майской помазать, она будет быстрее стухать именно сама гематома. Только не надо давать, ну, чтобы он не смог туда достать. А, не слизывать. Так, давай. Просто каким-то слоем нанесли два раза в день. Ага. А то она просто быстрее поможет этой гематоме рассосаться. А давай медлечь. А вот это вот. А вот это вот. Да я тебя на руках еще подержу, да. Ага. Идем со мной готовы. Ага. Ой, какая ты хорошая. Ага. Ага. Так, сон. Иди, айов. И еще и имя классное такое. Ага. Ага. Co-надо. Иди там да. Иди там да. Идем на Айов. Ага. Дай я изменись. Ага. Ага. Идем он. Ага. 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 Полагается. Ага. Ага, глядя настал наконец-то момент когда белочка будет ехать в новый дом она очень ласковая привыкла ко мне за это время я к ней привык конечно ну что делать я же не могу всех к сожалению оставите себя хотя конечно было бы классно держать собой такой разношерстный собачий детский сад очень добрый утром приходит ластится вечером приходит ласкова девочка ничего будет радовать новых хозяев своих белочка красотка забыл добавить что купил метринедозол таблетки которые прописал доктор там по четвертин кипит два раза в день вот и также отдаем с ней шлейфу который она сейчас синенькая вот это мой паспорт который дала нам ее хозяйка мы туда добавили только сведения прививки от бешенства это не попой на еще день сказали поносить были врача сегодня там в общем ну где шов да можно посмотреть вот да можно в принципе а это надо снять развязать чуть-чуть я покажу чуть-чуть там сняли нормально да да это нормально она там заживет само сделали все что нужно вот по особенно и таблетки надо дать вам тоже я купила тоже метринедозол ну да и ваш мама написала я его купила я же это ходил бы может вы не искали потому что а мне мама написала купи таблетки ладно хорошо не пускай может вам же это а тут он делал для эти упаковки да это там прививки в основном следите за прививками чтобы они были сделаны хорошо я сейчас ее тогда попробую свой я пока мысли шлейку отдаем ну это кошельничка ой этот кошельник поводочек пожалуйста я вам на карточку перешлю с рублем скажите о вашем карточке скажите сколько денег маленький нарывчик появляется через который то нет а потом выходит вот это ее случай а вот эта штука в доме снимать нет она не ходит она не писать сегодня и завтра желательно описать она как там дырочка есть все нормально как это писать у нее есть единственное что попросил бы марлечку поменять обычно я снимаю сзади вот примерно пополам задние лапы снимаю так подворачиваю и там можете сегодня не протирать завтра протрете сам шовчик хлоргексидином другими собаками она нейтрально или начинает рычать если сильно ну не уходит окажем приставать пристает она больше к людям она вот там подойти полосится но нам после того как привыкнет конечно первое время она может шоке быть назовем так кушает а когда на кусок утром я кормил вечером не кормил чтобы я индейку рис это морковку собачью домашнюю еду пока пока вот уже отдали белочку вот она сзади в машине уезжает по описанию люди хорошие мы у них поспрашивали про то как они живут с кем они с кем они живут с кем она будет жить есть маленькая собачка я думаю белка с ней наверное не будет играть но по крайней мере и будет веселее вчера дали белочку она попала в хорошую семью люди не скинули фотографию она уже там лишь без попоны я рассказал вам как ухаживать за швом сказали что все хорошо никаких выделений уже нету тем более дочка полихирует то ли врач то есть она умеет обрабатывать швы поэтому этим проблем не будет будем вашими сторонами записал мопу на обследование к офтальмологу вот вот и может быть глянуть и лёву тоже потому что у него тоже был поврежден глаз он выглядит не так печально так скажем как у мопы но тем не менее есть небольшая синева на глазу ну а завтра после осмотра я думаю что встретимся с новой хозяйкой лёвы и мопы отдадим ей собак да там женщина есть она и той заберет и его заберет она любит французов так что это моя ну да приехали с нашими друзьями в клинику прием к офтальмологу на мопу я записывал а француз я надеюсь попадет параллельно с мопой там чуть-чуть его гляну тоже немножко глазик надо по поводу клиники сказали что это одна из самых лучших там врач принимает я забыл как его фамилия могу написать если интересно в комментариях вот но врач хороший офтальмолог с большим стажем работы поэтому пойдем сейчас проверяться хотел сказать что нашли шлейку от нашей собаки старую которую мы купили когда-то когда она была щенком и одели ее на молку в принципе как бы не самый супер размер но подходит поэтому отдадим с ней если хозяйке она нужна и так провели мой свет обследование врача по поводу того что с мопой у нее эктопическая ресница на это значит что ресница растет под роговицей внутрь ну как бы в глаз назовем это так вот и это раздражает роговицу глазой поэтому она синеет поэтому у нее красный глаз и метод которым это можно подлечить это удаление фолликулы вместе с ресницей значит чек я оплатил сегодня 900 гривен вот сейчас вот так вот и 900 гривен оплатил вот результат моего похода относительно у нас есть хронический кератит и эктопическая ресница на левом глазу и собака видит такими глазами сейчас что я рекомендую сикопротект по одной капли 4 раза в день в обычной аптеке это увлажнитель до момента хирургии может закончиться язвой дырочкой глазу и как следствие лишение зрения вот этот то что там посинело это просто воспаленная роговица на влюблен в любой момент может изъязвиться и дальше иметь последствия поэтому рекомендовано хирургию и сечение блока конъюнктивы вместе с фолликул вот этой собаки которые у вас вот этот препарат тоже пока под какое-то время посмотреть как будет состояние тоже по карте четыре раза также да потому что посмотрите как он спит с открытыми глазами с закрытыми глазами понаблюдаете потому что есть частичная очень очень маленькая небольшое не смыкание век а вот это может быть связано последствия этого не смыкания отложения пигмента врага лица черного цвета а может быть это старая травма однозначно я вам сказать не могу это рекомендации сика протект капать это увлажнитель для глаза это можно капать и мопе и леве пока при четыре раза в день увлажняет это должно облегчить ее ощущение вот значит ей же ей желательно сделать операцию по иссечению этого ресницы удаление фолликулы откуда она растет чтобы она больше там не росла по стоимости этой операции стоит около пяти с половиной тысяч гривен ну вроде как не больше он так сказал делает эту операцию этот же врач кстати фамилию он тут свои оставил фамилия музычук фамилия музычук вот внизу подпись его фамилия ну говорили что это очень хороший врач поэтому я к нему обратился так что я очень надеюсь что мы поможем обе потому что в итоге это может привести к появлению язвы на глазу если ресница будет постоянно раздражать и в самом плохом случае это может привести к удалению глаз если это все будет развиваться и с этим ничего не делать вот у лёвы все получше там просто была когда-то травма глаза у него он чуть-чуть синеватый но это ничего но единственное что он сказал обратить внимание здесь есть на камере не будет видно я просто объясню мопочка не надо мешать пожалуйста на к то там есть какой-то кусочек пигмента такой на роговица виден на как бы на прозрачном вот этом на глазу виден такой немножко пятнышко такой темненькая то есть он сказал наблюдать как он спит закрытыми глазами ли с открытым возможно глазом то есть не даст не до конца закрывается на чуть-чуть не до конца закрывается глаз когда он спит скорее всего надо понаблюдать за этим будет с этим сейчас ничего не делать просто наблюдать насколько будет ли она увеличиваться не будет вот а сейчас мы поедем к их хозяйке будущей отдадим расскажем все что нам мы узнали что нам рассказали у врача и обсудим с ней что мы будем с ней делать дальше с этими собачками мы конечно же и поможем если нужно быть операция финансово потому что к сожалению нам сюда до этой клинике далеко ехать она живет не сильно далеко отсюда поэтому скорее всего наша помощь будет заключаться именно в финансовой помощи если это будет необходимо мы предложим этот вариант уже к не зависит согласиться или нет отдаем собачьих ваших новую семью надеюсь все будет у них замечательно и лёва приживется с котом вот моя этого не любила вторая вообще сторонилась ну просто вот что я понимаю что должно быть под компания если я даже ухожу из дома чтобы там не обнимал мои тапки никто они себе играются я им обезьяну купила они таскают играют а потом у меня сын захотел ёрка в том школе писать я купила я там и лёвка в нью-йорк они больше такие вот эти кроватые там горшавцы такие дамские я больше люблю вот так ну виды, друзья будем прощаться с вами я надеюсь лёва приживется если нет ну конечно пишите мы заберём обязательно я буду ставить в известность его снимем там нельзя мои будут снимать хорошо я разволновалась очень не режиссёр хорошо снимем отчёт буду давать хорошо спасибо вам что прилетели наш двоих может быть вы конечно не думали насчёт двоих не знаю не думала честно в нюбцах не было но будем я не как бы тоже интересуюсь как нормальный человек ну просто в буквы не было мы посмотрим смотрят ну что пошли кто там а там сидит друг пошли идём идём не 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 мы туда всё тогда мы пошли за угол чтобы не до свидания спасибо отдал паспорта забыл догонял ну что ж случайно получилось конечно хотели одну собачку забрали две но это даже лучше компания мопе будет и они вдвоём выросли и знают друг друга поэтому каждому из них будет лучше а мы едем домой у нас ещё есть таксочка пойдём смотреть что она там делает и делать кино про неё всё Былка пошли 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 скажи пошли Былка гуляй SHOOK *** Малыш белла 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 Беллки Беллик Белка 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 скажи я я тут сижу Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Рядом, рядом. Любители персиков. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...